Не всякая деревня может похвастаться чистым воздухом. Вот и Калиново в Ивановском районе вряд ли можно назвать местом с хорошей экологией. Живут люди неподалеку от трассы. А недавно они узнали о том, что на месте футбольного поля, а если быть точнее, единственного зеленого пятачка во всей деревне, собираются строить автосалон. При том, что в поселении нет аптеки, почты, отделения банка. Вот посмотрите, с одной стороны магазины идут сразу же автомойки. Автозаправки. Один за другим, один за другим. И напротив нас, и сбоку, и там, везде. Это единственный зеленый пятачок, на котором играют дети. Не только дети. Мы гуляем, все гуляют, и бабушки гуляют, все гуляют. Для спорта территория не самая подходящая, но другого поля попросту нет. В футбол здесь играют не только калиновские мальчишки, но и дети из соседних деревень. Мы не хотим здесь, чтобы был автосалон. Мы играем здесь, нам нравится, здесь интересно. Но у нас еще одна проблема, это из-за дороги. То, что мячики могут на дорогу вылететь, и мы не больно так уж и играем. Вот. А так, ну, мы против. Протестную акцию организовали коммунисты. Митинговать на площадке, где планируют стройку, не разрешили. Место отвели в кустах через дорогу. Общественные слушания по поводу возведения автосалона проводили в апреле. Все жители высказали спротив. Кроме того, в администрацию было направлено 18 письменных возражений. Публичные слушания, результаты нам огласили через полтора месяца через газету «Наше слово» районную. И там мы прочитали, что комиссия пришла к выводу все-таки рекомендовать построить эти магазины, несмотря на наш протест, на наши возражения. Причем там была обескураживающая нас фраза, что учитывая мнение жителей. Мнение каких жителей в итоге было учтено – загадка для всех. Следующую протестную акцию намереваются провести у стен администрации Ивановского района. Нашей компании так и не удалось узнать, что по поводу стройки думает Сергей Жубаркин. В пятницу он это прокомментировать не смог. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.